Одна из характеристик экстравертов, это их потребность в возбуждении. В возбуждении можно достичь, находя что-то волнующее. Громкие звуки, вечеринки и мероприятия здесь на TED. Вы видите, что экстраверты притягиваются друг к другу, они собираются все вместе и я вас видел. Интроверты предпочитают проводить время в тихих местах на втором этаже, где они могут снизить возбуждение. Может сложиться ложное представление, что эти люди необщительны, но это не обязательно так. Возможно, вы просто понимаете, что вам лучше, когда уровень возбуждения понижен. Иногда это касается внутреннего физического возбуждения. Например, кофеин намного лучше помогает экстравертам, нежели интровертам. Когда экстраверты заходят в 9 утра в офис и говорят, «Мне просто необходима чашка кофе», они не шутят, она им действительно нужна. Интровертам выпитый кофе не поможет, в особенности, если перед ними стоят какие-то задачи, которые оцениваются количественно и должны быть выполнены срочно. Может показаться, что интровертам не особо удаются количественные задания, но это заблуждение. А вот и очень интересный вывод. Мы не всегда те, кем кажемся. И здесь я перехожу к следующему пункту. Прежде чем его озвучить, я должен сказать кое-что о плавой жизни. Хотя у меня не особо много времени, но если хотите... Да, хотите, хорошо. Есть исследования о том, как часто люди занимаются сексом. Данные разделены по категориям. Мужчины, женщины, интроверты, экстраверты. Поэтому я спрашиваю, сколько раз в минуту... Ой, простите, это было исследование на крысах. Сколько раз в месяц занимаются сексом мужчины-интроверты? Ровно три. Мужчины-экстраверты? Больше или меньше? Да, больше. 5,5. Почти вдвое больше. Женщины-интроверты? 3,1. Женщины-экстраверты? Как мужчина-интроверт, что я объясню позднее, хочу сказать, что они героини. 7,5. Они не только задействуют всех мужчин-экстравертов, но заодно помогают и паре интровертов. Мы общаемся по-разному, экстраверты и интроверты. Экстраверты от общения хотят много подчеркнуто близких социальных контактов, чтобы общение было комфортным. Они хотят стоять рядом. Им нужен зрительный контакт или взаимное разглядывание. Одно исследование показало, что экстраверты при встрече используют уменьшительные формы. Когда экстраверт встречает Чарльза, тот быстро становится Чарли, а затем Чаком, а затем малышом Чаки. В то время как для интровертов он остается Чарльзом, пока сам не позволит более близкого обращения к себе, своему собеседнику. Мы говорим по-разному. Экстраверты предпочитают категоричный, конкретный, простой язык. Интроверты предпочитают, и я опять же должен вам сказать, да вы и сами видите, что я крайне интровертен. Мы говорим по-другому. Мы предпочитаем контекстуально сложные, неопределенные, туманные предложения. Более или менее. Как вы только что слышали. Чтобы пример был достаточно показателен. Вот такие. Когда мы разговариваем, то иногда каждый говорит о своем. У нас с коллегой был совместный договор об оказании услуг. Более разных людей, чем мы с ним не найти. Во-первых, его зовут Том. А меня нет. Во-вторых, он ростом 195 сантиметров, а у меня нет к этому предрасположенности. И в-третьих, он экстраверт до мозга костей, а я глубоко интровертен. Я слишком напрягаюсь и не могу, выпив после трех часов дня чашку кофе, легко заснуть вечером. К нашему проекту присоединился парень по имени Майкл. И этот Майкл почти провалил наш проект. Человек, который пригласил его, спросил меня и Тома, что вы думаете о Майкле? Через минуту я расскажу вам, что сказал Том. Он говорил на классическом экстравертском. А вот как уши экстраверта услышали то, что сказал я. Кстати, передаю это почти дословно. Я сказал, видите ли, Майкл склонен порой вести себя так, что некоторые из нас, возможно, сочли бы такое его поведение более напористым, чем необходимо. Том закатил глаза и сказал, Брайан, я же так и сказал. Он козел. Как интроверт, я могу мягко сослаться на некоторые козлиные качества в поведении этого человека, но я не собираюсь бросаться словами на букву К. А экстраверт скажет, как он себя ведет, так я его и называю. Тут мы расходимся. Должно ли нас это заботить? Конечно. Это очень важно знать. Мы этим ограничимся? Мы лишь набор черт? Вовсе нет. Запомните, вы похожи на других людей и не похожи ни на кого. Что насчет вашей уникальности? Будь вы Элизабет или Джорджем, вы оба можете быть экстравертами или невротиками. Но есть ли в вашем поведении черты, характерны только для Элизабет или только для Джорджа, из-за которых вас будут видеть не просто совокупностью черт, из-за которых вас будут любить, не только как человека определенного типа. Я не люблю загонять людей в узкие рамки. Ведь даже не всякая птица поместится в скворечник. Так что же делает нас особенными? Это наша деятельность в течение жизни, наши личные проекты. У вас прямо сейчас есть личный проект, хотя никто об этом может и не знать. Он касается вашего ребенка. Вы уже трижды ездили в больницу, но врачи не знают в чем дело. Или касается вашей мамы. Вы действовали в несвойственной вам манере. Это свободные черты характера. Обычно вы уступчивы, но проявляете упрямство, чтобы одолеть безразличие административных барьеров в больнице, добиться чего-то для ребенка или мамы. Что это за свободные черты? Они проявляются, когда мы запускаем сценарий, чтобы достичь успеха в нашем жизненном проекте. Именно эти черты важны. Не просите людей характеризовать себя. Спросите их, каковы главные проекты вашей жизни. Мы используем эти свободные черты. Я интроверт, но мой главный проект — преподавание. Я профессор. Я обожаю своих студентов. И я обожаю свою работу. Я с нетерпением жду, чтобы рассказать им что-то новое и захватывающее. То, о чем мне не терпится им рассказать. И я веду себя как экстраверт, потому что в 8 утра студентам необходимо немного юмора, немного совместной работы, чтобы помочь им пережить этот напряженный учебный день. Но нужно быть очень осторожными, когда мы ведем себя несвойственно своему характеру. Иногда мы можем заметить, что себя не бережем. Я это за собой замечаю, когда какое-то время веду себя как экстраверт. Чтобы восстановиться, мне нужен покой. Как Сьюзан Кейн написала в своей книге «Тишина», в главе, где говорилось о странном канадском профессоре, преподававшем в то время в Гарварде, так и я иногда иду в туалет, чтобы скрыться от мечущих гром и молнии экстравертов. Помню день, когда я удалился в одну из кабинок, спасаясь от чрезмерного возбуждения. Тут в кабинку зашел истинный экстраверт. Не в мою кабинку, а в соседнюю. Так что мне были слышны различные звуки, которые мы ненавидим, даже если сами их производим, из-за которых мы спускаем не только после, но и во время. А затем я услышал мрачный голос. «Эй, это доктор Литтл?» Если что-то и может гарантированно вызвать у интроверта полугодичный запор, так это разговоры в туалете. Именно туда я сейчас пойду. «Не следуйте за мной!» Спасибо вам!